Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Мир Рыболова, а это наша еженедельная рубрика Рыб Новости, где я рассказываю о самом интересном из мира спортивной, любительской рыбалки и всего, что около этой темы. Спасибо, что выбрали сегодня посмотреть это видео. Ходспот с удачей геноцид или редкие осечки? Петр Денисов борется с лицемерием или все-таки с организаторами турнира? Если бы камеры отсмотрели вовремя, то основная сетка пал выглядела бы по-другому. Рыбинспектор и тайная комната. У кого на даче нашли 2,5 тонны оттуда? В Москве откроется рыболовный музей. И как Дмитрий Елисеев борется с промышленным рыболовством в Подмосковье? Смотрите в этом видео. 3 ноября ютуб-канал Фишинг Студио, принадлежащий компании МИДа, опубликовал третий выпуск шоу-турнира Ходспот Зандер. Сильнейшие спиннингисты страны соревнуются в ловле судака. Они его ловят, измеряют, все это снимается на видео, монтируется и позже выходит как рыболовный сериал. В отличие от Пала, где идет прямая трансляция. И вот вышел эпизод третий. Видео, как всегда, красивое, как пишут поклонники, что не видео, то шедевр. Но есть одно маленькое но. Не нужно быть их теологом, чтобы понять, что какая-то часть рыб не пережила этот турнир. Спортсмены выкидывают за борт рыб с окрывавленными жабрами, с выпученными глазами, о чем люди и справедливо написали в комментариях. Ну, здесь ситуация такая, что насколько глубоко рыба заглотит приманку, это сложно контролировать рыболову. Но выпученные глаза – совершенно другое дело. Ведь когда происходит поклевка, спортсмен видит, с какой глубины происходит вываживание. То есть в ходспоте есть эпизоды, где с 14 метров просто поднимают судака, как на лифте. Выдирают рыбу. Почему так происходит? Вываживание скоростное, и люди понимают, что этот судак, скорее всего, погибнет. Его вот так вот красиво показывают, глаза на выкате и типа «давай, дружок». Все это происходит под эгидой «поймал, отпустил». У людей в комментариях два основных вопроса. Первый – это зачем выкидывать за борт рыбы, которая, очевидно, уже умерла или умрет вот прямо скоро. Ведь гуманит природе – забрать ее и просто приготовить на ужин. И второе – это почему спортсмены, ну и точнее организаторы турнира сливают рыбные водоемы. Ведь после выхода ходспота люди смотрят, где все это происходит. Съемки такие, что прекрасно видны локации, и туда толпами прутся рыболовые гиды и добивают недобитое. Петр Денисов, бывший участник ПАЛО, борется с лицемерием или с самим турниром. 7 ноября утром на его канале вышло видео под названием «Рыба не еда, рыба друг» с вопросительным знаком вопроса. И вот и лицемерие рыболовного спорта. Там он сделал нарезку с судаками, которые погибли в ходспоте, о которых мы вот говорили в предыдущей новости. И в своей привычной шутливой манере всю эту историю прокомментировал. Петр, конечно же, рыбу берет, берет он ее иногда больше нормы вылова, это видно из его предыдущих видео. Но именно вот в этом видео про лицемерие он сделал акцент на том, что люди, которые в ПАЛЕ борются за сохранение жизни рыбы, а здесь полностью на это забивают, потому что в ПАЛЕ рыбу привезти надо живой, и от этого зависят их результаты. А тут как бы всем пофиг, поэтому, ну, сдохла рыба, и ничего страшного, можно отпустить. Но уже вечером того же дня видео было удалено. Кстати, оно набрало около 9 тысяч просмотров меньше, чем за сутки. Почему удалили видео? Мы связались с представителем Петра, чтобы выяснить этот вопрос. Оказалось, то, что удалил видео сам YouTube по жалобе канала Fishing Studio, ну, того самого, на котором выходит Ходспот. Удалили, точнее, пожаловались, потому что там в видео Петра были использованы фрагменты из Ходспота. Но мы же с вами понимаем, что пожаловались они не из-за этого, конечно, а из-за самой сути этого видео. Кстати, не забывайте оставлять лайки и комментарии, вам же интересно, если вы смотрите. Вам не сложно, мне приятно, а каналу очень сильно помогает в развитии. И нажмите там, чик-чик, подписаться. На прошлой неделе на канале Макс Фишинга вышло видео про финальный этап Пала. Так и называется. Там есть момент, где экипаж Прохоров-Корчинский сели на мель. И им помогли люди, не причастные к турниру. Ну и что же такого, спросите вы. А вот по правилам турнира это запрещено. Но камеры вовремя не отсмотрели, соответственно, результаты уже обжаловать нельзя. И на форуме Росфишинг активно обсуждают, что если бы результат Прохорова-Корчинского аннулировали, то тогда из основной сетки не вылетел бы экипаж Гацкевич-Николаев. На данный момент ребята на 16 месте и теперь в следующем году им придется проходить отборы, если они захотят участвовать в турнире. Ну все, ребята, хватит нам на сегодня скандалов из мира рыболовного спорта. Давайте поговорим об искусстве и истории. Из Екатеринбурга в Москву переехал рыболовный музей. Он откроется уже на этой неделе в торговом центре Спорт Хит. И там собрано более 2000 экспонатов. А что там из интересненького? Ну, например, деревянные катушки конца 19 века из Англии. Спиннинговые приманки, которыми ловили 100 лет назад. Катушки, которые производили в СССР в 30-х годах 20 века. Ну не знаю, как вы, а я вот точно, когда поеду в Москву, обязательно загляну в музей и посмотрю на приманки, которыми когда-то ловили наши бабушки, дедушки, прадедушки и прабабушки. Кстати, моя прабабушка тоже была рыбачкой, представляете? Вход в музей бесплатный и 15-16 ноября там проведут экскурсии. Кстати, тоже бесплатные. Рыбинспектор и тайная комната. Рыбинспекторы из Самарской области будут судить после того, как обнаружили у него на даче 2,5 тонны рыбы. По версии следствия он помогал браконьеров орудовать на Волге. То есть, во-первых, он покрывал это действие, разрешал, а во-вторых, он их предупреждал о рейдах своих коллег. То есть, ну, когда коллеги из рыбнадзора собирались проводить рейды, он звонил браконьерам и там говорил о лесике, колесики выезжают, и браконьеры сворачивались. В ноябре этого персонажа задержали по месту жительства. На его даче обнаружили целую отдельную комнату. Там стояли морозильные лари, в которых хранилось порядка 2,5 тонны рыбы. И из них, между прочим, 200 стермидей. И вот спустя целый год рыбинспектора будут судить. Во время предварительного следствия он находился под стражей, а на его имущество был наложен арест порядка 1,5 млн. рублей. Как вы думаете, будет ли поучительна эта история для других недобросовестных рыбинспекторов? Как думаете, на сколько лет его посадят? Пишите в комментариях. Ну а закончим мы сегодня на позитивной ноте с верой в человечество. А как по-другому? В 2023 году в Московской области разрешили промышленный лов рыбы. Как до этого додумались, я не знаю. Ведь исторически он был запрещен, и понятно почему. Рыболовов много, водоемов не так много, рыбы мало, и влияет не только рыболовный прессинг, но и экология. Шквал негативных комментариев, но, как можно понять, депутаты и администрация Московской области наши комментарии не читают. Поэтому здесь ставить лайки и дизлайки просто бессмысленно. Нужно стучаться во все двери, писать заявления, собирать подписи. Но кто этим будет заниматься? И вот рыболов-спортсмен Дмитрий Елисеев не поленился и сделал это. Благодаря поддержке небезразличных людей Дмитрий сумел доказать, что рыбалка в Москве и Московской области должна носить не промысловый характер, а как вид отдыха для людей, которые устают с работы. Ну, то есть, вот вы устали за целую неделю, вам хочется на выходные приехать, посидеть на бережочке с удочкой, там, половить карасиков, подлещиков. Ну, а как это можно сделать? Можно расслабиться, если рыбы нет. И все это Дмитрий объяснил администрации. Но это, к сожалению, не помогло. И на этом он не остановился. Также с небезразличными людьми Дмитрий стал стучаться через рыбохрану. И вот рыбохрана его в этом поддержала. То есть, под соусом того, что сложно контролировать промысловый лов в Московской области, рыбоохрана подала информацию в администрацию Московской области, что, мол, мы это контролировать не можем, нас мало, поэтому давайте-ка мы вообще всю эту историю свернем, чтобы хоть какая-то рыба у нас осталась в водоем. Так что, аллилуйя, с 2025 года в Московской области не будут выдаваться лицензии на лов сетями. Браво Диме и всем к этому причастным. Я считаю, что на такие поступки и должны равняться остальные спортсмены и в нашей медийной личности. Ну а у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Предлагайте новости, о которых вы хотите поговорить на следующей неделе. И всем пока!